Здравствуйте, это очередной выпуск видео курса предметная фотография это легко и его ведущий я Эдуард Петер сегодня мы продолжим тему фотографирования модели автомобилей научимся создавать интересные фоны правильно расставлять световые акценты и познакомимся с альтернативными источниками света вот у меня на столе модель прекрасного автомобиля это chevrolet corvette 1957 года выпуска давайте присмотримся к нему повнимательнее по его и аэродинамическим формам можно смело предположить что это спортивный автомобиль обилие хромированных деталей черно-красный цвет придает этой машине неповторимую элегантность все эти достоинства нам необходимо подчеркнуть на нашем снимке сегодня у нас премьера мы будем фотографировать вот с такими источниками света это фонарики китайские фонарики которые приобрел недавно 300 люмен мощность светового потока я думаю для наших целей это должно хватить фонарики на удивление добротно сделаны имея жесткую надежную защелку впереди находится линза и механизм позволяющий менять фокусное расстояние источники питания обычной батарейки кроме фонариков я приготовил для нашей фотосессии красную вазу с рифленой поверхности две черные облицовочные плитки с хорошей отражающей поверхностью темное покрывало два рефлектора которые мы изготовили с вами на прошлых занятиях еще нам понадобится полупрозрачный отражатель и несколько вот таких штативов о них мне бы хотелось рассказать более подробно дело в том что это микрофонные штативы и по своему прямому назначению я бы не стал их использовать целиком сделаны из пластмассы не больно стабильные они не очень-то приспособлены держать хорошие дорогие микрофоны а вот для наших целей они подойдут прекрасно дело в том что наш фонарик благодаря его жесткой и надежной защепки замечательно крепится к микрофонному держателю а значит мы с вами будем иметь очень подвижную во всех направлениях подставку что нам обязательно понадобится при установке света для нашего сета для начала я хотел бы показать вам как работают наши источники света главное их преимущество плавно изменяемая фокусировка луча это очень важно для нас теперь мы возьмем красную вазу и пропустим луч фонарика через стекло удивительно не правда ли какой замечательный световой рисунок можно получить при помощи простого фонарика и обычной вазы он напоминает мне всплохи огня или красный закат воспользуйтесь в качестве фона листом красного или серого ватмана кстати серый цвет немного приглушает яркие краски чтобы оградить наш фон от засветки я воспользуюсь небольшим столиком который соорудил сам из поддержанной белой дверцы от кухонного шкафа и ножек купленных в обе теперь накроем нашу конструкцию покрывалом особенно тщательно следует накрывать вазу чтобы не было зазоров через который на фон просочился бы излишний свет теперь устанавливаем штатив с сонариком и направляем луч света через стекло вазы на фон почти зеркальное отражение от поверхности можно получить с помощью вот таких кафельных плиток красивые отражения подсвеченные красным фоном придадут нашему снимку больше элегантности чтобы подчеркнуть изящные формы модели нам нужен дополнительный источник света сверху предметы с высоко отражающей поверхностью нежелательно освещать напрямую в лоб гораздо лучше воспользоваться рассеивателями или рефлекторами с матовой поверхностью например вот такими устанавливаем наш второй источник света фокусируем луч и направляем его так чтобы создавались отражения на выпуклых частях корпуса модели видите как рельефно высветились грани подчеркивая изящные изгибы корпуса модели после того как мы подчеркнули акценты нам надо позаботиться о общем освещении при этом надо следить за тем чтобы освещая модель не утерять уже расставленные акценты я не даром выбрал белую поверхность для столешницы направив третий источник света на нее мы получим мягкий отражающий свет как видите освещая белую поверхность столешницы снизу мы получили то чего добивались модель мягкая ровно освещена и мы при этом не потеряли световые акценты на ребрах кузова теперь пришло время позаботиться о хромированных частях в передней части модели как мы уже знаем прямое освещение таких высоко отражающих поверхности может привести к печальному результату и испортить весь снимок поэтому мы снова воспользуемся отражателем с матовой серебряной поверхностью и направим узкий луч света от нашего четвертого фонарика прямо на него и еще один небольшой рефлектор поможет нам осветить заднюю часть нашей модели далее выбираем следующие параметры в настройках камеры так как мы работаем на длинных выдержках то во избежание сотрясения камеры которые приведут неизбежно к так называемой шевеленке на снимке рекомендую включить режим предварительного подъема зеркала камеры воспользоваться пультом управления затвором или включить режим автоспуска затвора с интервалом 2 секунды наша фотосессия закончена откроем рок-инвертер и посмотрим что у нас получилось довольно таки неплохо на мой взгляд добавим немножко яркости подвигаем ползунок баланса белого чтобы придать хромированным деталям голубоватый оттенок подчистим шумы неизбежные при таком ISO и загрузим фотошоп для устранения мелких погрешностей хотелось бы отметить что в нашем видеокурсе не предусмотрено обучение фотошопу но нам бы хотелось чтобы не было провалов между тем что мы задумали и тем что у нас получилось поэтому все таки я покажу что я сделал в фотошопе но при этом чтобы сэкономить нам время я включу скорость повыше итак поехали итак 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 и итак и итак и 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 ну вот мы и добрались до конца нашего выпуска усталые но надеюсь довольны результатами этого урока Прежде чем попрощаться, я хотел бы напомнить, что заключая тему фотографирования модели автомобилей, мы в следующем выпуске будем фотографировать любимца из моей небольшой коллекции американских автомобилей 50-х годов, это Студебека, 1957 года. Продолжение следует...